Друзья, идет обсуждение года ГОГа, как армянин говорит и житель Украины, ну конечно так сказать, я думаю, что на Украине и как сам они не скоро там дождутся и дивидендов и вообще что-либо, что там будет делать. А у нас, так как проект сейчас финансируется из более 100 стран мира и вот как раз сейчас мы несколько по динамике развития пообсуждаем то, что сейчас как происходит, то я могу сказать, что вся логика как раз международной группы компании Skyway, вот, это то, что неважно в какой стране будет развиваться проект, неважно какая страна начнет первым, что это будет капитализация всей системы и как раз это и закладывается и логика управляющих компаний, и логика адресных проектов о том, что это международная группа компаний. И если бы мы только сидели и ждали, когда на Украине начнет строиться и чтобы мы от этого получали дивиденды, я, наверное, сейчас бы утверждал, что никогда. То же самое я могу сказать, что если бы мы сидели и ждали только от чиновников в России, когда они изволят нам разрешить участвовать в строительстве, то тоже, наверное, никогда. Но так как, друзья, сегодня активнейшая идет работа, и вот я могу прям сегодня привести пример, что сегодня, когда мы были в представительстве Челябинской области в Москве, вот, где Руслан Гатаров подписал с Виктором Бабуриным именно соглашение о сотрудничестве, о начале разработки первых адресных проектов, о сотрудничестве в виде именно предпроектной работы по Скайвею, вот, после этого, Алексей про это более подробно расскажет, потому что, во-первых, он сам с Челябинской области, во-вторых, он ключевую роль в подготовке этого соглашения сыграл, да, вот, представительство, это вице-губернатор Руслан Гатаров, это, второй, это Александр, как фамилия, Шимкоев, Александр Олегович Шипилов, это руководитель представительства администрации, правительства Челябинской области в Москве, очень хороший, такой талантливый парень, очень интересный, то есть с ним очень приятно работать, профессионал такого высокого уровня, они приезжали вместе с Русланом в Берлин, смотрели, они вот сейчас подписали соглашение, мы начнем разрабатывать ряд проектов, они обязательно уже вместе с губернатором приедут на демонстрацию, не 29 ноября, мы договорились, что где-то в середине декабря они приедут в Минск, для того, чтобы именно увидеть уже, и, соответственно, мы начинаем работать по проектам. Это значимое событие, очень значимое, то есть, как сегодня Анатолий Доварович там предъявил, и Виктор Бабурин, что это первый шаг, когда власти, губернаторы, вице-губернаторы, то есть, именно отвечающие за инвестиции и развитие, он со Skyway делает официальные шаги. Значит, почему Челябинская администрация очень важна? Они определяют сегодня именно развитие и проект скоростной дороги Екатеринбург-Челябинск, и они нам откровенно говорят, что они рассматривают сегодня пять технологий, пять компаний, это японские, китайские скоростные, это Сименс немецкие, это итальянские, это французские, это же и, вот, и, соответственно, мы рассматриваемся как один из вариантов, вот, и мы, они нам дают сегодня ряд вводных, то есть, так называемые техника экономических обоснований заказов на проект, а мы с помощью технологий будем как раз конструкторским бюро считать, показывать и делать преимущества, ну, и показывать преимущества Skyway. Единственный недостаток, они откровенно говорят, что скоростную дорогу, которую они хотят заказать, Екатеринбург-Челябинск, Skyway может показать только конец 2017 года, до этого это будут низкоскоростные, ну, имеется в виду, там, 100-200, потом постепенно выходить на более высокие скорости, то есть, скорость 500 км в час можно показать только на трассе в длиной, там, ну, не менее, где-то 17-20 км, как раз, которая сейчас и проектируется, уже идет сейчас и трассировки, и ведутся переговоры по землеотводам, там ведутся переговоры уже и с энергетиками, потому что там надо и линии электропередач переходить, и с автомобилистами, потому что там переходят автотрассы, вот, то есть, эта работа ведется, но она не такая быстрая, и она будет вестись весь 17-й год. А вот проекты связаны с городской системой, городским юнибусом, с юнибайками, с трассами, связаны с контейнерными перевозками, с тем, что сегодня логика городского лифта, это уже сейчас демонстрируется, делается, и как раз уже первые трассы будут, соответственно, намечены, намечены в этом году. Поэтому это первый, скажем так, шаг в череде многих-многих-многих-многих шагов, которые будут сделаны. Мы все-таки думали, что первым будет Самара, потому что и вице-мэр Владимир Сластенин приезжал в Берлин, и мы с ним договорились уже в несколько итераций. Мы с мэром Фурбсовым тоже подходили к подписанию, но из-за разных чиновнищих препонов, из-за разных течений внутри администрации, мы, несмотря на то, что уже находимся почти 4 месяца на подписании соглашения, мы с самарским мэром пока так и не дошли до подписания. Поэтому на сегодняшний момент, друзья, я вас поздравляю, это действительно очень важный шаг и для компании, и для команды, и для признания о том, что мы движемся. Таких, друзья, дальше будет соглашений, работ очень много. Просто это приятно то, что Алексей год назад эту работу запустил. Вы помните, мы обсуждали проект и поехали в парке Гагарина, и обсуждение с администрацией, с мэром Челябинской. И вот сейчас мы вышли, это просто следующий шаг, когда мы уже как с партнерами, с администрацией Челябинской области начинаем двигаться дальше в развитии проекта. Поэтому это очень важно. С точки зрения, скажем так, значимости как региона и проекта, который даст это, может быть, друзья, стоит в череде многих-многих-многих проектов. Но как первый проект, как действительно движение с партнерами, когда и Руслан, и Александр, они говорят, что нас нисколько не смущает ваш краудинвестинг, мы видим, что вы делаете, мы видели в Берлине, мы обязательно приедем на презентацию, поэтому давайте работать и двигаться дальше. То есть это действительно уже партнеры, это действительно уже очень грамотный подход с точки зрения развития проекта, и они говорят, что вы только на полигоне, вы только в экотехнопарке можете показать преимущество своей технологии. Это единственно правильный, друзья, это единственно правильный подход, потому что задача экотехнопарка это от декларации возможностей технологий переходить к их демонстрации. Соответственно, что сейчас уже, друзья, происходит, и вот сейчас с точки зрения новостей, которые идут, много задают вопросов, вот прям буквально сегодня к нам подъехал на встречу, когда мы вышли из администрации Челябинской области с Виктором и с Алексеем, наш один из самых первых инвесторов еще с апреля, с апреля 2014 года он в проекте, он инвестировал и активно нас поддерживает, и сейчас он готовит уже встречу и адресные проекты в Анголе, вот, и тут, конечно, мне Виктора опять жалко, потому что он недавно летал в Танзайную, сейчас готовится поездка в Боливию, тут уже прям днями уже идет согласование графика в Индию, вот, а тут еще Ангола, а тут еще Гвинея, вот, Филиппины уже приезжали с ответным визитом после Экотехнопарка, после Инотранса в Берлине, то есть эта работа, друзья, которая образом идет и развивается, и сейчас это тоже как раз изменение времени, что сейчас, когда мы говорим, что если вы не верите или вам есть что посмотреть, приезжайте в Экотехнопарк, но, друзья, насколько очень важный сегодня момент, чтобы вы понимали, который сегодня происходит, это демонстрация возможностей, которой не может показать ни одна технология, это сейчас пролеты 200, 400, 200 метров, соответственно, без удорожания путевой структуры, это то, что сегодня самое важное, это решает сегодня проблему городских тропок, пробок во всех мегаполисах, это решает сегодня проблему пригородного транспорта, когда надо большими пролетами переходить, там, препятствия в виде рек, там, это решает проблему контейнерных перевозок сегодня, потому что, то есть это целый огромный пласт, где у SkyWay в принципе нет конкуренции, в принципе нет, и сегодня эта технология, которая уже продемонстрирована и показана, она позволяет утверждать о том, что то, что задекларировано, сделано, и весь вопрос, чтобы вы понимали, всегда у компании, это ее принцип, это ее, всегда будут определенные вещи, которые будут декларироваться заранее, то есть, ну, а иначе, как сказать, что эта технология более привлекательная, чем все остальные, всегда будут показываться определенные, декларироваться определенные вещи, и потом уже на полигоне, потом уже они будут показаны, испытаны и, соответственно, продемонстрированы. Это определенный шаг будет идти всегда впереди, просто сегодня мы находимся, ну, как соглашение сейчас администрации Челябинской области, также сейчас первая демонстрация, которую все ждут, это тоже, друзья, на уровне ажиотажа, то есть, потому что мы с вами уже почти три года в проекте, конечно, нам всем хочется увидеть и увидеть еще вчера, вот, конечно, нам хочется Андрей, тут какой-то этот, опять хулиганит там, боец, так сказать, ты его это отправляй, вот, потому что они будут это самое, жена Гоги, понятно, то есть, самого Гогу, видно, отключили, теперь, так сказать, это самое, у нас это, так, ну, давайте я, друзья, не буду на чат уже отвлекаться, Андрей, ты там, это самое, гоняй этих хулиганов, там, так сказать, жуликов, вот, засланцев, как мы их называем, вот, а мы, давайте, поехали дальше. Вот, поэтому, смотрите, вот, буквально за две недели сейчас важных событий, которые произошли, меня тут спрашивали, кстати, мы провели большую конференцию в Юрмале, где собралось почти 300 наших именно активных уже инвесторов с точки зрения, так, давайте, друзья, я все-таки эту самую, сейчас я настрою право, это уже, ну, Гоги, этого надо выкинуть отсюда, вот, друзья, извиняюсь, что, как бы, это, просто, видите, это, вот, когда в наглую просто пытаются сорвать вебинар, ну, понимаете, вот, какая задача у этих людей, то есть, если бы он задавал вопросы или задал, то, это, задача же просто, чтобы отвлекаться, сбить внимание, там, написать ерунду, так сказать, вот, поэтому, ну, что делать, это просто откровенное вредительство, это откровенные, вот, это самое, ну, все уже, это самое, отключились, вот, поэтому в Юрмале очень интересно было, то есть, собралась вся наша команда, вот, мы очень полезно, очень хорошо отработали, и после этого у нас был совет директоров уже Skyway Capital, именно в Минске, где мы тоже два дня работали, подвели итоги, наметили, что дальше делать, то есть, остались довольны абсолютно друг другом, и Антон Ларч откровенно сказал, что были сомнения год назад, что не будет таких результатов, сейчас можно все констатировать, что все развивается, все работает, все идет и нужными темпами, и с нужным профессионализмом, и в нужном направлении, поэтому эта работа тоже, еще дальше мы с Алексеем, вот, то направление, которое мы запустили, Sky Fitness, о котором мы презентовали в Юрмале, это новое направление, мы много о нем еще будем говорить, то есть, мы сейчас его оформляем уже с точки зрения такого донесения, с точки зрения очень красивого ее подачи, вот, приезжали наши партнеры, мы как новости это показывали, Адриан комодцы вместе с Ниной, со своей подругой, вот, они будут лицом именно SkyWay, именно Unibike, вот, Адриан, он вице-чемпион, вице-чемпион мира по натуральному бодибилдингу, 25 ноября у него очередной чемпионат, он выиграл все отборочные, отборочные соревнования по Европе, и он один из реальнейших кандидатов на чемпиона мира в 16-го года по натуральному бодибилдингу, поэтому будем за него болеть, будем его поддерживать, тем более, что это наше сейчас, скажем так, он является еще и официальным советником генерального директора, генерального конструктора, именно по Sky Fitness, вот, потому что он уже сейчас совместно с конструкторами дает рекомендации, какие тренажеры, какая система, как это все будет в нашем юнибайке, и через некоторое время вы увидите просто уникальнейшие вещи, которые будут дальше происходить и с нашим юнибайком, и вообще с системой Sky Fitness, который, вот мы это так и назвали, это Fitness Futures, то есть это фитнес будущего, вот, когда ваша энергия идет в движение, и у нас запустили именно такую речь, что энергия не выбрасывается просто так, как мы Адриану говорили, что в спортзале, не просто так он занимается спортом, а он вырабатывает электроэнергию, на которой едет потом юнибайк, а Адриан может вырабатывать столько энергии, что, наверное, еще и не только он будет ездить, а и вся его семья будет ездить на этих юнибайках, поэтому дальше, друзья, тоже очень интересная была такая презентация в Испании, в Пальме-де-Майорке, где наши уже партнеры, банкиры, с которыми мы познакомились в Берлине, на Инотрансе, пригласили уже для презентации проекта для своих акционеров, которых они включают в проект, и было очень интересно, там для меня подходит после презентации женщина такая, ну, ей лет немка, ей лет, наверное, под 70, она всегда задала, ну, то есть во время презентации задавала вопросы интересные, она всегда так очень бурно реагировала, все, и потом подходит вместе с банкиром, с Марио, говорит, вот у тебя лежат мои деньги, и давай там, ну, для начала начнем там инвестиции сразу там несколько десятков тысяч долларов, говорит, это мы начнем, посмотрим, а дальше я готова там инвестировать и инвестировать еще как бы дальше. И вот результаты, которые идут от таких конференций, они, конечно, тоже очень-очень значимые, конечно, все эти поездки, это выматывает, это очень, особенно, когда вот у нас сначала была Рига, потом Юрмала, потом Минск, потом сразу это все, не заезжая домой, вот, но, друзья, сейчас нельзя не расслабляться ни на секунду, потому что объем выполняемых работ постоянно-постоянно растет, объем, и самое главное, что, друзья, этого остановить уже сейчас нельзя, поэтому ответственность на всей команде очень высокая, вот, все чувствуют работу, и, соответственно, друзья, конечно, результат, который приходят сейчас, приходят с завода, где вот мы видели эту всю работу, результаты, которые приходят с Марьиной горки, которые скоро все увидим здесь уже, друзья, поверьте на слово, больше ничего говорить не буду, это как раз то, что на сегодняшний момент приносит результат, поэтому у нас Алексей завтра улетает, послезавтра улетает в Словакию, в Татры проводить конференцию, вот, я говорю, потом Германия, и это как раз те инвесторы, которые сейчас ждали, ожидали, когда будет это все реально, и начиная с 29 ноября, друзья, у нас начинается следующий этап, когда мы уже всем говорим, что технологии существуют, все эти засланцы, все эти засранцы, все эти, так сказать, еще, которые, так сказать, они могут уже говорить все, что угодно, я даже согласен, что они могут приходить, биться головой об эти опоры и говорить, что их нету, но они есть, они будут работать и будут показывать те результаты, которые сегодня есть, и дальше, друзья, это первое, это как сегодня с Челябинской областью, это первый шаг, он очень важный, но это очень небольшой шаг, дальше будет уже демонстрироваться все новые, новые возможности, будут строиться новые, новые трассы, все будет, это, друзья, все будет, но всегда первый шаг, он очень сложный, и мы к этому шагу, друзья, шли почти три года, то есть вот начиная с октября 2013 года, активнее мы начали уже работать в февраль-марте 2014 года, и сегодня, друзья, мы говорим, что друзья, все, кто были с нами изначально, все, кто посоединился потом, как Алексей любит называть этот марафон, мы с вами сейчас дошли, были разные люди, которые инвестировали, входили в проект в начале 2014 года, потом отходили, смотрели, ждали, что у нас будет получаться, ждали результата, вот, естественно, что для многих, очень многих моментов был инотранс в Берлине, который переломил кардинальную ситуацию, особенно, вот я могу сказать, по немцам, вот, которые не верили, что мы будем презентовать машины на инотрансе, что мы будем рядом с Сименсом, Кавасаки, Хитачи, вот, и когда все это произошло, и когда наш стенд признан одним из лучших, а, соответственно, технология признана инновационным и вошла в топ-50, это тоже, друзья, из 3700 компаний, которые принимали участие на инотрансе, конечно, это очень хороший результат, вот, и следующий момент, когда испытания этих машин, которые сейчас происходят, и демонстрация в движение, это уже, ну, скажем так, промежуточный, но очень важный момент, который мы с вами, друзья, в ближайшие, уже, как Михаил Кириченко говорит, даже не месяцы, а недели увидим, и, соответственно, это следующий этап уже с инвесторами, с работой с инвесторами, это следующий этап уже презентации, мы не зря с вами начинаем, друзья, с такого очень закрытого показа, мы собираем всего 20 человек в Марьиной Горке, кому мы покажем, потому что это промежуточный этап, это промежуточная работа, это, друзья, не окончательный показ технологии, это отчет и показ перед крупными потенциальными инвесторами о том, что туда, куда мы их зовем, это существует и это работает, и, соответственно, будут очень многие вещи приоткрыты, вот, и, соответственно, это старт для дальнейшей работы. Мы с вами, как уже договорились, в апреле, где-то в конце апреля сделаем очень такой хороший фестиваль, хороший праздник, где уже будет очень много чего достроено, где будет очень много чего сделано, и это будет уже наш с вами праздник, праздник инвесторов, праздник людей, кто пришел в проект, поверил, и вот он своими глазами уже стоит на, и видит тот результат, который сегодня достигли, там уже будет практически готова станция пересадки, сейчас идет уже внешняя отделка, внутренняя отделка, идет изготовление уже наверху вот этой системы гумуса уже нового направления сельского хозяйства, вот там монтируются фермы, которые будут пересадочные, это, друзья, все идет, это все в рабочем порядке. Вот, и соответственно уже, друзья, мы с вами начинаем работать уже с крупными фондами, с крупными инвестиционными венчурными фондами, с крупными банками, которые уже начинают привлекать крупных акционеров для, и там мы с вами, друзья, уже будем наблюдать очень быструю сейчас смену дискаунтов, это как премии для риск, которые есть, вы с вами все наблюдали как раз на прошлой неделе, это смена очередного этапа, вот, соответственно, это значит о том, что сегодня финансирование идет, идет изготовление, соответственно, машин и лук, и это говорит о том, что компания активно развивается. И следующие смены этапов мы сейчас не можем прогнозировать, когда это будет ноябрь, декабрь или январь, это все будет зависеть от прихода крупных инвесторов, и это как раз в ноябре мы после презентации как раз осмотрим, посмотрим, оценим, и я думаю, что в декабре вы все увидите дальнейшее развитие, дальнейшую работу. Параллельно с этим, друзья, мы постоянно вам будем рассказывать, показывать уже по новостям, вы видите, был ответный визит делегации Филиппин, вот, пусть первый был встречен на, не Филиппин, извините, в Танзании, то есть это когда Виктор летал, презентовал проект мэру Танзании, руководству Министерства транспорта, вот они обратно уже приехали, сейчас начинается конкретная работа по адресным проектам, уже по конкретным работам. Я думаю, что визит Виктора в Индию тоже будет очень плодотворным, я говорю, сейчас вот начинается уже согласование, презентацию для руководства Анголы и Боливии, вот, я тоже думаю, что может быть это ноябрь, декабрь, просто я, честно говоря, вот сегодня Виктор, когда приехал, такой темп, который сегодня есть, он, конечно, очень дорогого стоит, это, конечно, очень важная работа, но с другой стороны, все-таки есть, наверное, какие-то пределы у соответствующего организма, поэтому тоже будем надеяться, что молодость все-таки она сейчас дает свои знания, потому что мне, честно говоря, уже три недели в месяц и в командировке, друзья, уже просто тяжеловато, честно могу сказать, уже хочется посидеть возле камина, хочется уже помолчать, хочется поиграть с детьми, вот, но, друзья, я думаю, что тот результат, который мы сегодня делаем и видим, он, конечно, оправдывает и помогает дальше. Ну, вот, друзья, давайте я сейчас передам слово Алексею, вот, он со своей точки зрения, как всегда, расскажет про свое любимое, вот, это детище соглашение с администрацией Челябинской области, вот, он, как более молодой, воспринял его более эмоционально, чем я, то есть я, то, что с точки зрения, ну, и что первое соглашение, хоть и первое, но в череде многих-многих, хотя, с другой стороны, конечно, это очень хорошее событие, я очень рад за Алексея, за всех нас, потому что он с Челябинской области, и для него особенно важно было именно соглашение. Так, Алексей, значит, давай, друзья, так как у нас одно рабочее место... Здравствуйте, дорогие друзья! Одновременно и перед перископе, и на вебинаре, ну, в привычной атмосфере для Сергея Анатольевича, то есть Сергей Анатольевич без перископа уже, в принципе, и не включает вебинары, что очень правильно, дорогие друзья, скоро будем подключать также и Facebook, и все возможные вообще масс-медиа средства, которые сейчас используются. Но перейдем к главному, дорогие друзья, подписание соглашения, я хотел бы сказать, что никогда не повторяйте какой-то мифический трюк, о котором говорят, что адресные проекты и подготовить подписание соглашения можно в одиночку. Нельзя, нельзя, дорогие друзья, и вы видели интервью Александра Мосина, это, собственно, только командная работа, и один человек просто физически не вынесет этой работы, этой подготовки, потому что это действительно очень серьезный труд. Должно быть делегирование, должно быть распределение усилий, и я могу сказать... Так, меня нормально слышно, дорогие друзья? почему-то меня... Так, а сейчас? Сейчас хорошо? Это возможно, дорогие друзья, только... Так, а сейчас? Сейчас плохо, да? Ну, извиняюсь, что походные условия у нас все-таки как бы... Так, с гарнитурой сейчас получше, да? Все, замечательно. Да, конечно, хайп, если кто считает хайп, все, сразу до свидания, и забудьте вообще такое слово SkyWay, вспомните о том, когда, как я люблю говорить, будете передавать за проезд на заднем месте. Плохих мест у нас не будет, но заднее место, естественно, будет, из которого дальше всего вам нужно будет доходить до дверей. И, дорогие друзья, непосредственно к теме нашего сегодняшнего вебинара, работа планомерно двигалась, ну, я не побоюсь этого слова, наверное, больше полугода. То есть апогей такой подготовки к подписанию соглашения у нас был еще до инотранса, и это была рикошетная работа, и невозможно предположить вообще, откуда пришел результат. Потому что с Евгением Баклуниной мы проводили встречи также со знакомыми, которые могут вывести, могут передать, ускорить письма вице-губернатору. Причем засылали письма различным вице-губернаторам. Руслан Усманович откликнулся, и первым откликнулся Александр Олегович Шипилов. То есть еще до инотранса, буквально за несколько недель прошла встреча, Александр Сергеевич, Александр Олегович встретился с Сергеем Анатольевичем. Благо Сергей Анатольевич живет в Москве, и меня очень порадовало тогда сообщение по Вайберу. Сергей Анатольевич сказал, что ну вот как бы представители Челябинской области, администрации Челябинской области, скорее всего, также подойдут на наш стенд инотранс. И вы видели, что да, действительно по ней подошли. То есть фактически я могу сказать, что как минимум чуть менее пяти людей принимали участие в подготовке этого соглашения. И когда вы будете инициировать адресные проекты, то есть мы сейчас с Сергеем Анатольевичем постоянно консультируем по адресным проектам с нашего видения, с нашей точки зрения, с нашего опыта. Но самый большой опыт, дорогие друзья, это у Кирилла Бадулина, у отдела адресных проектов, и естественно, у Анатоли Эдуарда Чуницкого, естественно, у Виктора Бабурина, естественно, у Рода Хука, как мистера инфраструктуры, который является нашим главным партнером. Давайте вспомним, с чего начиналось, дорогие друзья, с чего начиналась история развития адресного проекта в Челябинской области. Начиналось все с забрасывания, забрасывания камня в озеро и, собственно, в надежде на то, что мы получим отклик. Началось все проекта с Паркового, который родился, который умер, не умер, неизвестно, но цель свою выполнил. По нас узнали, о нас услышали, увидели команду, которая неистово пробивала, действительно, порой непробивные стены чиновников. И мы действительно очень много писем с Евгением, и на тот момент Владимир Баклунин, супруг ее помогал активно также в работе. И, собственно, действительно достигли результата, договорились с проектировщиками, дорогие друзья. О работе команды, видимо, даже администрации Челябинской области стало известно. И я хотел бы остановиться на том, на чем в тот момент мы поставили, неизвестно какой знак припинания, но договорились, что это будет многоточие. То есть мы не ставили ни точку, ни запятую, это многоточие. То есть с Парковым проектом, проект поехали. Я могу сказать, что на тот момент мы закончили, и да, мы могли организовать народное финансирование, знаете, как вот золото в Замбезии и так далее. То есть организовать какой-то проект, сделать компанию, дорогие друзья, это несложно. И более того, мы хотели регистрировать компанию. Более того, были мысли, дорогие друзья, что а может быть этот проект действительно реализовать и сделать его пилотным. Но, дорогие друзья, пилотный проект должны делать те люди, которые привлекали миллиарды. Мы с вами, дорогие друзья, не просто не, еще невозможно сказать, что мы учимся, мы как котята, мы как слепые котята, которых бросили в озеро адресных проектов, учимся плавать и выплывать. Собственно, вот команда Александр Мосин, Сергей Анатольевич, я немножко принимал также участие на ранних стадиях. Виктор Бабурин, Кирилл Бадулин. Кирилл Бадулин – это вообще золото научно-производственного конструкторского предприятия. Замечательный парень, очень умный, очень талантливый, который выстроил работу отдела адресных проектов, которое, внимание, только из нескольких людей состоит. И на самом деле, эту работу обычно в корпорациях выполняют десятки, а то и 50 людей. У нас это выполняет несколько людей, и не мудрено, что так же, как 200 человек выполняют работу тысяч людей, если сравнивать с Симонс, если сравнивать с Кавасаки, на сегодняшний день работа по адресным проектам в различных направлениях, отделам адресных проектов очень серьезно ведется. Так вот, на тот момент, как я сказал, мы поставили многоточие. Мы хотели вернуться к каким-то проектам, не понимали, какие это будут проекты, и не понимали, вообще будет еще синхронизация, взаимодействие с администрацией, вернемся ли мы, кто будет первым. И на тот момент мы даже не подозревали, что на инотрансе возникнет вообще гонка среди первенства адресных проектов в Российской Федерации. И победить в этой гонке могла Самара, победить могли другие города. Но, дорогие друзья, я могу сказать, что неспроста Челябинская область взяла первенство, и Руслан Усманович сегодня спросил у нас, мы действительно первые. То есть Самара не подписала, нет, Руслан Усманович не подписала, и действительно Челябинская область первая. И невозможно было не увидеть этой, естественно, так вот по-серьезному прикрытой, но все равно прослеживалась на лице некая радость, что да, действительно Челябинская область первая. И, дорогие друзья, это действительно замечательно, потому что это по праву, как был инициирован на коленке буквально адресный проект, прошли многие этапы. И сейчас мы выстраиваемся уже в более правильную, более корректную логику. При взаимодействии вначале с администрацией, недавно я общался с Молдовой, и наши коллеги хотели идти сразу пообщаться с коммерсантами, с предпринимателями и так далее, и тому подобное. Но я попросил, чтобы вначале с властями наладили контакт, и только это важно и главное, дорогие друзья. Что мы обсуждали и почему Челябинская область опередила действительно всех по России по адресным проектам? Потому что есть два проекта по высокоскоростной трассе, это, соответственно, Челябинск-Екатеринбург и это Москва-Казань. И эти проекты сейчас закладываются примерно до середины 2018 года. Эти проекты будут утверждаться. По бизнес-плану Экотехнопарка абсолютно понятно, что мы успеем к этому сроку и по тому графику, по тем объемам привлечения инвестиций мы идем сейчас в ногу со сроками и с графиками. Я думаю, многие могли слышать на выставке и на трансе никакой это не секрет. Это городская пассажирская трасса, которая также может быть и легкой прогулочной в некоторых моментах трассой, между двумя небольшими городами. То есть это менее 200 тысяч жителей. Эти города мы сейчас называть не будем. Но одно я могу сказать, что туристический потенциал и логика туристических кластеров, она просто преобразится. И те города, которые сегодня, города, в которых мощные заводы стоят из-за того, что в них некому работать, в них может возникнуть неимоверный приток новых жителей. Будут возникать новые рабочие места. Есть поддержка от соответствующих фондов. И сейчас, естественно, мы будем, я говорю про фонды именно от моногородов и так далее. То есть неспроста также разговор родился с администрацией Челябинской области. Потому что есть на то рыночная потребность. И сейчас действительно ведется обсуждение. И, дорогие друзья, не стоит думать, что мы одни на этом поле действительно завоевание нового рынка, рынка высокоскоростных дорог на территории Российской Федерации. Будет сравниваться несколько технологий. И когда мы покажем свою перспективность, свои максимальные качества и максимальные преимущества, то, естественно, будет просмотрение SkyWay. В чем мы не то, что не сомневаемся, но по логике нашего развития понятно, что то, что декларируем, мы делаем. А сейчас, собственно, будем продолжать планомерно действовать, работать над продвижением тех адресных проектов, которые начали обсуждаться. Сейчас начнется этап создания авант-проектов. Сейчас начнется постепенно подготовка предпроектной документации. То есть все предпроектные работы. И по логике Анатолия Эдуардовича я могу сказать, что краудинвестинг после закрытия финансирования экотехнопарка сможет заниматься как раз таки финансированием предпроектных работ. То есть самой рисковой стадии, на которую, возможно, крупные инвесторы, как сегодня, допустим, только начинают присоединяться крупные инвесторы строительства экотехнопарка не пойдут. И, дорогие друзья, это планомерная работа, о которой мы будем сообщать по мере надобности. И, собственно, вот от головной компании мы учимся и очень рады, что та новость о заключении соглашения вышла в свет только когда это свершилось. И, собственно, сейчас мы будем работать над следующим соглашением. То есть это то соглашение, которое по логике должно быть в следующем. То есть это Самарское соглашение. И, как неоднократно было сказано, любой может стать каждым в Skyway. Но не просто нужно инициировать адресные проекты, тратить на них время. Нужно понимать, что вы берете ответственность, вы будете тратить уйму времени, нужно иметь определенные связи, нужно, соответственно, проделывать работу, которая не будет никак вознаграждаться. И это работа в будущее. Это задел на будущее. И для чего мы это делаем? Непосредственно я, Сергей Анатольевич, для того, чтобы этот пул адресных проектов стал еще больше. И если россияне начали развитие краудинвестинговой системы, и, собственно, потом европейцы подхватили этот марафон и сейчас активно помогают, то развитие адресных проектов, вдумайтесь, то, что начала Австралия и сейчас, собственно, может подхватить Россия, может подхватить Урал, другие регионы. Что-то мне подсказывает, будет целая вереница и цепь адресных проектов. Начнется цепная реакция, потому что осталось совершенно немного до ожидания демонстрации в движении. Естественно, будут приезжать губернаторы, естественно, будут смотреть все в действии. И просто задайте себе вопрос, если хотя бы минимум была проработана почва по адресным проектам и была подготовлена встреча приезда чиновников, естественно, за свой счет, естественно, не за какие-то вознаграждения от либо фондов, либо ваши личные. То есть это те от администрации, что очень приятно порадовало. Действительно, Челябинская область заинтересована как можно быстрее увидеть в действии данную технологию, чтобы убедиться и нести, соответственно, выше. Дальше все показатели по пассажиропотоку и так далее и тому подобное по тем проектам, которые мы обсуждали и которые еще родятся, нам готовы предоставить. И поэтому направление начнется уже в ближайшее время. Дорогие друзья, очень плотная работа. И давайте пожелаем, чтобы у Кирилла Бадулина и всего отдела адресных проектов хватило сил, хватило упорства в максимально сжатые сроки, потому что сроки тоже есть. Когда нужно предоставить, соответственно, соответствующий документ и сроки по высокоскоростной трассе у нас также имеются. Верим и ждем, что действительно мы справимся, дорогие друзья. И вы все помните, что заключил соглашение Арманд Мурникс в Ирландии. Заключено было соглашение и, соответственно, началась инициация адресного проекта в первую очередь с Австралии, с Skyway Австралии. И, соответственно, сейчас уже подтягивается Россия, дорогие друзья. И если раньше был вопрос, а когда это появится в России, то сейчас мы можем действительно резонно абсолютно ответить, что может появиться скоро. Но, естественно, зависит от многих факторов, дорогие друзья, от многих факторов, как нормативно-техническая база, как сертификация. И все эти шаги мы должны пройти. То есть будет произведена сертификация, но необходимо, чтобы она подходила под все регламенты и стандарты уже Российской Федерации, дорогие друзья. Вот такой вот взгляд немножко с истории адресного проекта, с сегодняшнего дня действительно эмоции переполняют, дорогие друзья. И лег с одной мыслью, что поеду в Москву, командировка, потом Словакия, конференция. Но очень такая замечательная мысль, как всегда в своем стиле я скажу, что проснулся я, ну не сказать, что вообще много спал, почему-то бодрствовал, что сегодня какой-то особенный день. И возможно, дорогие друзья, он особенный не только для нас, но и для всей России. Если господин Улюкаев говорил, что 20 лет рецессии ожидает Россия, и статью мы обязательно сбросим на следующих вебинарах, обсудим еще это, то можно задать вот как бы другой немножко вариант развития событий. А если есть технология, которая может действительно спасти развитие России. И форум в декабре, дорогие друзья, будет основан и основной тематикой будет, что струнным дорогам в России быть, то, что сказал Александр Иванович Лебедь когда-то, что русский прорыв, время пришло, и что строй Skyway, спасай Россию. Ну и многих, дорогие друзья, естественно, интересует вопрос, немножко вот как бы отличемся, я думаю, всем понятно стало, что действительно день особенный, как Анатолий Эдуардович выразился, и это действительно особенно, и это действительно очень примечательно, что с первой российской русской губернии в новейшей истории развития Skyway было заключено соглашение, не просто какой-то протокол о намерениях, а соглашение о полном спекте адресных проектов. Что будет в будущем, естественно, мы посмотрим далее. Но я могу сказать, дорогие друзья, и в Челябинске будет проведена встреча, потому что Виктор Игоревич Бабурин предупредил, что не должно быть ни в коем случае. Мы будем выстраивать стратегию, будем жестко наказывать тех, кто не будет следовать этой стратегии, не нужно печатать никаких листовок, флайеров. Я прекрасно знаю, как сейчас мы, я имею в виду сетевики, не побоюсь этого слова, можем начать действовать, что тот-то поддержал и так далее, и начать раздавать, приглашать на конференции. Дорогие друзья, этого делать нельзя, и это делать будет запрещено. По адресным проектам мы будем, естественно, общаться, мы, я имею в виду, как члены совета Skyway Capital с головной компанией, и все шаги мы будем продумывать, алгоритм, потому что испортить все можно очень быстро. Наша задача, дорогие друзья, сейчас привлечь инвестиции на будущие предпроектные, что это будет прямо вот краудинвестинг от 50 долларов. Пока я не могу сказать, какая это будет схема, мы будем это обсуждать. Но то, что уже можно готовить почву у серьезных крупных инвесторов, и то, что время для этого пришло уже не только в Европе, не только в Германии, Словакии. Более того, в Словакии я обязательно также расскажу и про Челябинск, и про те адресные проекты, которые будут в ближайшем будущем. Это также, я думаю, наших иностранных коллег подстегнет дно. И в России пришло время общаться не только по результатам Экотехнопарка с крупными инвесторами, но и по результатам уже заключенных реально соглашений по адресным проектам. Всех интересует, дорогие друзья, также тема Hyperloop. И я могу сказать, не могу не остановиться на этом. На вводном технико-экономическом вебинаре я скользь упоминал. Сейчас фотографию Waterloop не предоставим, потому что наберите просто в поисковике. Waterloop как вода, это как вода, луп, соответственно, как виток, петля как Hyperloop. Были проведены испытания студентами, то есть это очередная тележка, это неготовый подвижной состав. И сейчас я вам предоставлю презентацию, которую, собственно, можно почерпнуть из твиттера. И посмотрите, насколько отличается вообще вот как бы то, что происходит у нас на Экотехнопарке и то, что происходит у одной из компаний, которая сейчас декларирует, что они уже к 2020 году могут сделать действующие трассы, которые заключают какие-то договора по каким-то адресным проектам. Это компания Hyperloop One, которая в недавнем времени пережила скандал и раскол в руководстве. Вы видите опоры, если так назвать, не знаю, промежуточные. Есть ли у них такое понятие, что это такое. Соответственно, вот специально такое сравнение Виктор Бабурин буквально за несколько минут подготовил сегодня. И, собственно, вот опоры их, опоры наши, но у нас есть подвижные составы, у нас есть транспортно-логистические узлы, у нас есть модули и машины мирового образца, у нас есть запараллельное строительство трех направлений, то есть это городская пассажирская трасса, это высокоскоростная трасса, совмещенная с городской пассажирской, это легкий прогулочный транспорт, это также выстраивание грузовой трассы уже. И, соответственно, мы действительно говорим то, что делаем в Hyperloop. Говорят ли то, что они делают, вопрос остается открытым. Дорогие друзья, и я думаю, что наглядно видно, кто сейчас идет впереди. И абсолютно не важно, что у нас сейчас не пишут иностранные издания, еще успеют написать, дорогие друзья, потому что сейчас демонстрации в движении близок, и что-то мне подсказывает, мы этот эффект обязательно подгреем. Той промо пиар акции, связанной с видео Адриана, вы не представляете, и я сам не представляю, если честно, какого уровня будет это видео, но что-то мне подсказывает, это будет видео мирового уровня, это будет достаточно широкомасштабный вирусный ролик, который мы с Сергеем Анатольевичем Лично обязываемся помогать Адриану продвигать по всему миру, чтобы о технологии SkyWay, о фитнес-транспорте, о концепции инженерной технической школы Анатолия Эдуардовича Юницкого узнал весь мир. Ну а весь мир, соответственно, решит, нужно это ему, интересно ли ему и что с этой информацией делать. А наша задача SkyWay Capital всех членов Совета правления, всех активистов, которые продвигает SkyWay Capital, всех активистов, которые продвигают остальные инвестпроводящие системы, это SkyWay Invest Group, это RSV. Наша задача, дорогие друзья, сделать так, чтобы все реализовалось по планам, а планы зависят только от одного, от финансирования стабильного, вовремя и по срокам. Тогда никаких сомнений у меня лично нет и технологических рисков, что что-то может не поехать, что-то может соскользнуть, что-то может сорваться. Все будет, как декларирует Анатолий Эдуардович Юницкий, в этом никаких нет. И в этом гениальность, и в этом счастье, участие в нашем проекте. Строй SkyWay, спасай планету. Пришло время реализовывать адресные проекты и по России. Дорогие друзья, благодарю, Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо. 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 Есть, ага, появился Что-то перископ тут Друзья, как вы видели, наверное, слышали Все, как всегда Очень эмоциональное Выступление Алексея Вот, но здесь я могу сказать, что Он, конечно, сейчас Достоин, гордится, что Все-таки это его родная область Это его Там, где он родился, и там, где В общем-то, и зародился вообще сам Проект Юнибайков, когда мы делали Соответственно Вот этот Проект в парке имени Гагарина И сегодня это выходит на уже Такой уровень, и здесь действительно Соответственно Надо отдать должное И решимости И Руслана Гатарова, который Являет вице-губернатором Именно курирующий инвестиции И транспорт Он решил это делать Но, опять же, это говорит о том О подходе О государственном подходе И он откровенно говорит, что Мы будем сравнивать ваши проекты Мы будем Изучать, смотреть И здесь как раз друзья Тоже, когда мы С Александром Разговаривали Ну и обсуждали проект Я говорю, смотрите, вы сейчас Вы выбираете проект, который Даже не в десять раз А в десятки раз дороже Традиционных Которые сегодня технологии Вы рассматриваете И если вы начнете делать А потом мы продемонстрируем Покажем То вам вынуждены будете Останавливать эти проекты Поэтому Давайте Прежде чем делать такие шаги Надо все-таки Очень хорошо все изучать И то, что администрация Ведь это же друзья Чтобы вы не говорили Почему Алексей В очень таком форме Говорил, что Друзья Незачем сейчас Брать это соглашение И бежать всем Это говорит, что Администрация Челябинская область Начинает строить И покупать технологию Skyway И вкладывать сюда деньги Нет, друзья Тоже, чтобы четко Правильно Понимали Это соглашение О сотрудничестве Когда администрация Области берет на себя Обязательство Изучать применение Технологии Предоставлять информацию Разрабатывать вместе с нами Адресные проекты И дальше совместно с нами Искать инвестиции Для этих адресных проектов Вот в чем, друзья Заключается сотрудничество Это и есть партнерство И сейчас можно сказать Единственное, что можно говорить Что мы в лице Вот Руслана Гатара Который от имени Администрации подписал договор Что мы нашли партнера Именно в партнера Для того, чтобы двигать Проект Skyway И в этом как раз Большая заслуга Они действительно Хочут изучать Смотреть Но они Это решение Приняли только после Побыва в Берлине Когда произошли Ряд презентаций Когда изучив Все документы Вот Сегодня уже намечены Визиты Уже в Экотехнопарк Когда будет демонстрация И только после этого Лучше Естественно, что Мы обсуждали сегодня Очень много вопросов Связанных с сертификацией Безопасности С разрешением На строительство Еще огромное Огромное, друзья Работа, которая Впереди Предстоит И это не значит Что все Сегодня все вопросы решены Но сегодня Очень важный день Что действительно Это сделан первый шаг И еще очень важно Мы сегодня обсуждали Как раз С Виктором И с Алексеем Вопрос о том Что правительство Внесло Сегодня Законопроект Госдумы Рассмотрение Вообще Неуличного Транспорта Второго уровня То есть он тоже Сегодня Не регламентирован Потому что Сегодня Сертификации Быть не может Потому что Нет законодательной базы Вот Соответственно Это тоже Сейчас все Активно Развивается Поэтому происходит Очень много Событий Которые говорят О том Что время Пришло Что оно Подходит И видите Оно идет Параллельно Что подходит Демонстрация Значит Подключаются И новые Чиновники И новые Бизнесмены И приходят Новые люди В проект Это друзья Естественно Потому что Когда все это Будет показано Сделано Друзья Не будет возникать Никаких вопросов Зачем Кого-то Надо будет Убеждать Убеждать Уже Друзья Все время Убеждение Уже закончится Как раз То что мы Делаем Показываем Сегодня Обладает Наибольшей Такой ценностью Представляете Что Даже сейчас Когда мы Показываем Фермы Промежуточные Опоры Когда показывают Подвижной Состав Все равно Вы почитаете Наших Недругов Наших Этих Которые Встают Бьются головой Опоры Говорят Нет Этого Нет И никогда Не будет Вот Это тоже Друзья Естественно Процесс Это будет До конца Это будет Всегда То есть Я вам Говорил Что сначала Они будут Говорить Что это Ползает Со скоростью 5 км В час Потом Что это Не будет Характеристикам Что это Будет Завтра Ломаться Вот Еще Будет Очень Куча 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 Вопросов Которые По мере Того Как раз Демонстрация И Задача Эко Технопарка В том И заключается Чтобы Постоянно Демонстрировать Возможности Технологии Что он Как раз Сегодня Делает Я вот Еще раз Друзья Прошу Обратить Внимание Что это Тоже Тут Про Юницкого Как раз Очень Много Говорили С точки Зрения Он говорил Что Конструкция Может быть Надежной И только Когда она Красивая Это Так же Как у Туполева Если Самолет Некрасив Он Никогда Не Полетит Поэтому Красота Она Заложена В технических Решениях Так вот То Что Делает Юницкий Как раз Это Красота Во всем И Я тоже Друзья Не до Конца Представлял Сколько Сил Тратится Представляете Вы Сейчас Видите Фотографию Которой Несколько Дней Как Она Сделана Вы Видите Как Трава Все Зеленое Друзья Это Танковый Полигон Год Назад Это Танковый Полигон Где Были Танки Рыквины Все Зарислено Кустарником Все Это Вы Вспомните Как Мы Туда Первый Раз Приходили И Чистили Это Сегодня Это Тысячи Фруктовых Деревьев Это Свой Виноград Это Своя Ферма Это Посаженный Газон И Это Так И Должно Будет Как Вы Видели Если Бы Сегодня Там Была Навалено Куча Мусора Все Перепахано И Где-то Между Этими Рытвенными Стоит Опора И Грием Что Это Экологический Транспорт 21 Века Нет Друзья Все Эстетично И Красиво Должно Быть От Начала И До Конца И В этом Тоже Есть Логика Демонстрации Сегодня Строительной Площадки Потому Что Еще раз Я могу Сказать Вы Можете Представить Сейчас Испытание Новейшей Транспортной Системы На которой Кругом Зеленая Трава Пруд В который Вводится Рыба И Соответственно Все это Аккуратно И это Абсолютно Чисто Экологически Даже Приятно Эстетически Посмотреть Направление Вы можете Это Представить Я вам Могу Взять Фотографии Показать Вот здесь У нас Под Москвой Мортон Строит Айф Ашбан Немецкую Так я могу Сказать Это выглядит Далеко Не так Соответственно Эстетично И так Красиво Как у нас Ну вот Друзья Поэтому Все что Делает Skyway Это все Эстетично Это все Экономично Это все Эффективно Вот это все Красиво Вот потому что Только так и Должна быть Технология Должна быть Очень красивой Поэтому Все юнибайки Тут у нас Будут несколько Ряд таких Фотографий Когда Алексей Вместе с Юницким Прям Целуют Этот юнибайт Прям вот Настолько Они не могут Под эмоциям Поэтому Это все Друзья Очень Посмотрите Как юнибайк Действительно У кого-нибудь Возникает вопрос Когда смотришь На юнибайк Что это Очень скоростная Легкая машина И у кого Поэтому Когда возникают Декларируются Характеристики Что с помощью Педальной тяги То есть Когда вращая Велогенератор Можно на этой машине Двигаться со скоростью 150 км в час А только велопривод Дает 60 км в час У кого-нибудь Возникает этот вопрос Потому что Это действительно Видно Обтекаемой формой Это видно Что идеальная Аэродинамика Поэтому Это именно Таким образом Будет Точно так же На юнибус Когда смотришь С его Обтекаемой формой И понимаешь Что эта машина Может двигаться Со скоростью 150 км в час Даже сомнений Никаких не возникает Это тоже Друзья То что сейчас Делается Демонстрируется Так Ну что друзья Давайте Действительно Что так Этот самый У нас Перископ Слюхнул Все в конце концов Туда Наверное Дорога На сегодня Вот Поэтому друзья Давайте Делаем Очередные шаги Двигаемся Я думаю Что очень Дальше У нас будет И активно развиваться Будем Ждать Репортажи С Слованской Конференции Статров Дальше Нашу работу С немецкими Инвесторами Потому что Это друзья Тоже очень Такой Показательный И значимый Период То есть Я думаю Что на следующий Вебинар Мы уже подведем Итоги Сколько И как Отработала Наши инвесторы В Пальмином Майорке Потому что Это все таки Другая Несколько Работа Друзья Это уже Работа С вкладчиками С инвесторами Банка Которые организуют Банкиры Когда они Своих Инвесторов Начинают Переориентировать На технологию Skyway Это тоже Несколько Такой Новый шаг И они Мне предлагают Сейчас Так же Как и с немцами Раз в месяц Проводить конференцию Ездить туда К ним То есть Тоже Наверное Будем Тоже Это будем Отстраивать Делать Так сказать Вот Ну все Друзья Давайте тогда На этом Наш замечательный Вебинар У нас сегодня Замечательный День Андрей Там Что-то Это самое Выкидывает Вот этих Жуликов Точнее Засланцев Которые сидят То есть Что-то Они сегодня Активизировались Причем Друзья Вы понимаете Что такого Рода Новости Они Этих Людей Наиболее Раздражают Понимаете Потому что Они все Горят У вас Ничего не Может Все Ерунда Мы на каждом Вебинаре Друзья Рассказываем Делаем Показываем И есть Что показать Ну и особенно Друзья Я вот тут Нескольких А кстати Друзья Да Тут Я начал Просто сейчас Мне скидывают Вот этих Троллей Которые Там Я их несколько Называл Которые делают Себе имя В интернете И я хочу Хотя бы Одного из них Вызвать На вебинар И сказать Ребята А вот Вы можете Прийти в вебинар И при На присутствии 360 человек В открытую Сказать Мы отключим Чат Чтобы вы Их там Не ругали Но ты можешь В открытую Прийти И сказать Аргументацию Почему ты Выступаешь Против Skyway И почему Так сказать Так вот Я сейчас Веду Эту работу Я уже Где-то С десятком Начал Переписываться Друзья Ни один Еще не откликнулся Ни один Вот Поэтому я Хочу Хотя бы Одного Такого Деятеля Позвать сюда И сказать А ты можешь Вот так В открытую Более того Я предлагаю Давайте сделать это В режиме Теледебатов Когда вопросы Ответы Я-то могу Аргументировать Свою позицию А вы что делаете Потому что Ту ерунду Которую они там Пишут Это уровень Просто Дилетантства Так вот Друзья Просто чтобы вы понимали Ни один Еще не согласился Поэтому Если где-то Вы найдете Тролля Который может В открытом режиме Прийти И в открытую Вот так вот Провести дискуссию Я только за Я думаю Что друзья Мы для этого Сделаем очень Хороший вебинар И послушаем Вопросы Которые они Соответственно Могут Сказать Вот Поэтому друзья Давайте еще раз С хорошим днем Как у нас уже Традиция сегодня Наложена Мы в конце Обычного дня С Алексеем С Виктором Там с Женей Еще Ну с нашим У нас есть такая же Поговорка Сегодня день для Скайвея Прожит не зря Вот Поэтому Однозначно Можно сказать Что сегодня Очень Такой важный Существенный День для Скайвея Вот Мы сегодня Дальше Винули И будем дальше Друзья Работать Делать Вот Да Мы на наших Вебинарах Даем тролля Слово Ну вот Давайте Друзья Если вы найдете Какого-нибудь Этого тролля Давайте сюда С удовольствием Послушаем Аргументацию Тролля Вживую Вот Они просто Крики Что Вы никогда Не доживете До дивидендов Ну все Друзья Давайте Всего доброго Всем удачи Строй Скайвей Спасать планеты Строй Здравствуйте Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите Новости Скайвей В которых Мы рассказываем Вам о разработках И внедрении Прорывных Транспортных Технологий Вам Наверное Уже Понятно Что Мы Вместе С Генеральным Директором Генеральным Конструктором ЗОО Струнно Технологии Анатолием Эдуардовичем Юницким Находимся В экотехнопарке Скайвей Я замолкаю Все остальное Пусть Расскажет он Добрый день Анатолий Эдуардович Добрый день Расскажите Пожалуйста Что здесь Происходит Сколько Уже Привезено Ферм И в чем Их преимущество Перед Ну если Есть Какие-то Подобные Аналоги Вот перед Ними Ну здесь Не фермы Здесь элементы Ферм Мы Собираем Фермы Струны Фермы На пролетах Из элементов Длиной 12,5 метров Это Четыре элемента На пролете 50 метров Здесь будут собраны Половинки Ферм Вот на специальном Стапеле А потом Это будет перевезено На строительную площадку На пролет И уже на пролете Будет из двух половинок Смортирна Ферма На пролете Это тоже Как бы Заготовка Пролета Я обращаю внимание На то Многие этого не понимают Думают Ну подумай Что-то сварили Там какую-то Конструкцию Это любой дурак Придумает Мы делаем Не просто Струительную конструкцию Мы делаем Эстакаду Причем Транспортную эстакаду Высокоскоростную Это совсем другое дело Чем допустим Перекрытие там здания Чтоб крышу поставить Там Там нет Такого понятия Как ровность Или точность Или жесткость Или Нагрузка Там 100 миллионов циклов Нагружения При этом Ни сварка Ни элементы Не должны Потерять устойчивость Прочность Там не должно быть Концентратора напряжения И так далее И так далее Доклад Поскольку мы строим Эстакаду Высокоскоростную Транспортную То при скоростях 500 метров в час Поведение Подвижного состава Зависит В основном От ровности пути И на пролете В 50 метров Требуемая ровность Иногда говорят Эа струнная Это что-то такое Балалайка Гитара Там все будет прыгать Скакать И так далее Это абсолютно неверно Ровность пути Должна быть Плюс-минус 7 миллиметров На пролете 50 метров При этом Для чего это нужно Чтобы Была комфортность Движения Мы же делаем транспорт И в салоне В кресле Где сидит пассажир Колебания Амплитуда колебаний Ускорения Должны быть Выше допустимых Чтобы он не испытывал Дискомфорта Поэтому мы Проектируем Дорогу Где Комфорт При таких Скоростях Движения Будет Ну Примерно Аналогично Если вы сидите Дома на диване Смотрите Телевизор Вот примерно Так Это очень сложно Добиться В зрятии Неровность 7 миллиметров На пролете 50 метров Причем Неровность Обусловлена Строительными Погрешностями Строители Не идеально Строить Неровности Обусловленные Собственным весом Ведь конструкция Прогибается Под нагрузкой Под собственным весом И еще Динамические Неровности Потому что При проедении Транспорта Средства Конструкция Начинает Тоже Сгибаться И что такое Допустим 5-7 миллиметров На пролете 50 метров Это Жесткость Относительно Порядка Одна Десятитысячная Чтобы понимать Это жестче Моста Капитана Десять раз Капитаны Мосты По которым Ездят Сегодняшние Скоростные Дороги Железные Где ездят Поезда Одна Восьмисотая Одна Тысячная А тут Одна Десятитысячная Потому что С балалайкой И с гитарой Сравнится Никак Нельзя Ну Это Во-первых Во-вторых Это Уникальная Конструкция Потому что Ну Я бы Сравнил Это С эстакадой Допустим Построена Японц Которая была Построена Японцами На острове Тайвань Десять лет назад Примерно Они ввели Его с локацию То есть Это даже Не с инкансена Что-то Более Современное Да Ну там Она в основном Эстакаде Потому что Там Сложная Местность На Тайване Там Горы Предгорья Поэтому Значительная Часть Большая Часть Дороги Она По-моему Длиной 342 Км Проходит В эстакаде Вот Наша Эстакада Ну Здесь Металла На пролете Для Двухпутной Дороги Это Однопутная Дорога Метра Килограмм На погоне Метра Килограмм 500 А На Пролете 50 метров Ну Если Вножить На 50 Там 25 Тон Что Построили Японцы С Их Ну Супер Современными Технологиями Обращаю Немание Сразу На пролет Они Смогли Построить Только Пролеты 35 Метров У нас 50 Чтобы Понимать Поведение Пролета Допустим Жесткость И Другие Характеристики Зависит От Куба Пролета Поэтому Если Пролет Допустим В два раза Больше То Два В кубе В 8 Раз Он Ведет Се Хуже Менее Жесткий И так далее Поэтому 35 Метров Пролета Они Построили У нас 50 Это Две Большая Разница Так Вот На Пролете 35 Метров У них Лежит Две Балки Железобетонные Они Собраны С Кусков Кранов Которые Подняли Такой Вес Кадо Балка Весом 800 Тон На Пролете 35 Метров Это 1600 Тон Вебалки Потом Лежит Плита Железобетонная Ширной По-моему 11 Метров Весом Около 1000 Тон То есть Надо Еще Добавить 1000 Тон Потом Уже На Плете Лежит Рельсошпанная Решетка На Щебеночной Подушке И Получается Что На Пролете Материалов Ну В основном Железобетона И арматура Ну Где-то Порядка 4000 Тон И Нагрузка На Опору Столь Значительная Что Под Каждой Опоры Установлены Четыре Гура Набивные Сваи Диаметром 2 метра Каждая Вот Мет 70 Размаху За Больше 2 метра Не 2 метра Каждая Диаметра Длиной До Шести Семетра То Есть На Одну Сваю Ушло Примерно Столько Бетона Сколько Наша Станция На Одну Сваю А Там Четыре Сваи При Естественно Тая Стакада Которую Построили Японцы Она Стоит Больше 100 Миллионов Долларов За Километр Наша Стакада Ну Это Белорусские Цены Будет Стоит 3 Миллионов Долларов За Километр При Этому У нас Прочность Стакады Будет Высшая Долговечность Высшая Ровность Пути Будет Высшая Поэтому Можем На ней Достить Больше Скорость Это Не Просто Железяка Это Совершенное Изделие Где Применена Для Расчета Высшей Математики Знания Сопромата Теоретической Механики Теории Упругости Законов Физики А не Просто Как многие Думают Что Собрались Студенты Где-то В сарае Что-то Коленки Нарисовали И это Было Постро Нет Я думаю Что Это И не думают Наши Зрители Поскольку Все Были Свидетелями Недавнего Посещения Нашего Стенда Послом Японии И предложение О сотрудничестве И мы Напоминаю Всем В начале И Где-то В середине Даже чуть раньше Весной Следующего года Будем участвовать В двух Конференциях В Москве И в Минске С представителями Японского Бизнеса Да Это так Анатолий Эдуардович Я думаю По большому счету С пассажирской Высокоскоростной Линией Более-менее Понятно Вот если бы Вы могли Еще прокомментировать Появившиеся Новые объекты А именно Высокие промежуточные Опоры На легкой линии Все были бы Вам Весьма благодарны Давайте Прогуляемся Туда Анатолий Эдуардович Наши зрители Во всю Уже начали Обсуждать Показанные Не так давно В одном из Репортажей Эти промежуточные Опоры Расскажите Пожалуйста В чем их Уникальность Ну и Какой вид Транспортной Линии Здесь будет Может быть Кто-нибудь Что не в курсе Ну здесь Это обратная Линия Вот она Трехпролетная 200 метров 400 метров 200 метров Там будет Подъем Чтобы показать Как уклоны Мы берем И поднимаемся С одной высоты На другую Потом проезд По пролету 400 метров Ну в общем Максимальный пролет Мы можем Бивать 3 километра При использовании Стальных канатов Из стального Профиля Если использовать Композиты То можно До 5 километров Зелать пролет И там Будет снова Спуск Чтобы показать Как спуск А потом Это все Развернется И На небольшой высоте Здесь высота Порядка полуметра Будет Одна Единица То есть Можно будет Местами даже 20 сантиметров Будет Чтобы показать Что мы можем Ехать на малой Это в зависимости От рельефа местности Да? Нет Мы специально Здесь Чтобы показать Но многие говорят Ой Как с высоты Сегать что ли Хотя у нас Будет Система эвакуации Да не всегда Можно с высоты Сегать Можно просто Открыть дверь И выйти на траву То есть Мы можем Ехать На высоте 10 сантиметров Ну если взять Трамвай Он видит Пол едет Над асфальтом На стену Он сидит В 30 Клиренс Вы имеете ввиду? Нет Я имею ввиду Пол А Ясно Зазор Мы можем Еще на меньшей Высоте Ехать И при этом Мы не будем Портить Ту поверхность По которой Мы едем Потому что Путь Он сверху А здесь А эффект Экрана Не будет возникать В данном случае Городского транспорта Где скорость До 150 км в час Это не так существенно Эффекты экрана Возникают При скоростях 250-300 Больше км в час При высокой скорости Это Поэтому Это Примежуточные опоры Канкерные Идут по концам Которые Испытывают Значительные нагрузки Как Вертикальные От веса Ну Видно Что такое пролет Так и Подвижного состава Так и От наклонной Путевой структуры Ведь она Аж напряжена Поэтому Наклон Создает Тоже Вертикальную Нагрузку При этом Здесь Будут еще Существенные Ветровые Нагрузки Естественно Это Учитываем При этом Мы делаем Сочетание Что С вариантом Раз в сто лет Что подует Сильный ветер В это время Ударит мороз То есть Сочетание Неблагоприятных Нагрузок Естественно С учетом Этих Как бы Нагрузок И Расчетных Конструкций Опять же Это Не на коленке Все сделано Это с помощью Расчетных Программ Очень сложно Достаточно Метом Конечных Элементов Поэтому Я абсолютно Уверен В правильности Расчетов И видно Что Конструкция Это еще Не вся Опора Ну Ее Ветикан Несущая Честь Она Достаточно Простая И Я считаю Красивая Легкая Почему Мой подход Как инженера К всему Что я делаю А инженеры Уже Почти Пятьдесят Лет Как инженер Так Это Эстетичный Ну если я хочу Заводить Понятие Это Эстетичный Конструктивный Минимализм То есть На первом месте Эстетика Потом Все что мы Делаем Оно красивое Второе Конструктивное То есть Все должно быть Конструктивным С точки зрения При этом Минимально С точки зрения Расходом Материалов Конструкции С учетом Стоимости То есть Минимизация Всего Что можно Без Естественного Ухудшения Качества Прочности Долговечности Надежности И так далее И поэтому Здесь Там Многие говорят А почему Растяжек нет Это Министерные Передачи Они некрасивые Там всякие Оттяжки И так далее Здесь их нет Здесь Это рама Потому что Будет Пару Перемычек Которые Дадут Нужную Жесткость При Бакаломбитре Продольную Жесткость Даст Путевая Структура Которая Будет Подвешена И она Будет Держать Опоры От Падения В эти Обе Стороны А на Поперечную Нагрузку Будет Работать Рама Которая Тоже Рассчитана Естественно На Эти Максимальные Нагрузки Спасибо Большое И еще Один вопрос Насколько Я понимаю Уже Заканчивается Ну скажем Так Наступает Финальная Стадия Монтажа Путевой Структуры Низкой Части И Вскоре После этого Не дожидаясь Строительства Высокой Мы можем Начинать Испытание Подвижного Состава Именно Юнивуса Юнибайка Который Мы показали Вот уже За месяц На трех Выставках Так ли это Да Ну так При этом Мы как бы Начнем испытание Еще не Насмонтирован Полностью Конструкции Для того Чтобы показать Как бы Ну крайние Что ли Случаи Аварийные Случаи Представьте Мы Начнем испытание Когда Там Эстакада Не будет Полностью Готова Там Не будет Никих Струн Не будет Бетона А тем Не менее Подвижной Состав Юнивус Может Ехать Это Какой Случай Представьте Террористы Взорвались Слева И справа Нет Пролетов Ну и что А Юнивус Можете ехать Дорога Функционера Струны Оборваны Ну и что Там Такие запасы Прочности Что без Струн Будет Тоже Работать Ну естественно При других Скоростях И при этом Мы Тоже Юнивус Покажем Сначала Не Полностью Как бы В полном Функционале А мы Сначала Будем Испытывать С одним Мотор Колесом Представьте Что Что-то Случилось Отказали Три Колеса Из Четырех И мы Хотим Показать И тоже Протестировать На одно Мотор Колеса Потом На двух Мотор Колес Потом На трех Потом На четырех То есть Это Обратно То есть Мы Пока Строим Демонстрацию При этом Эти случаи Настолько Маловероятны Допустим Отказ Всех Там Четырех Двигателей Это Одна Миллиардная Может быть Вероятно Даже еще ниже Вот Если взять Эвиацию Вот Насколько Я знаю Был только Один Случай Отказа Трех Двигателей Из Четырех Это Случай Был В В Иркутске Ну Порядка Десяти лет Назад Когда На Взлете По-моему Руслан Самолет Три двигателя Заглокли Потому что Не тот Был Керосин Обзывал Шуга И Лед И Этот Лед Забил Фильтры Двигатели Остановились И На Сжете Самолет Упал На Город Сгорело Около Сотни Тон Керосина Сгорело Около Ста Человек Вот Такие Аварийные Ситуации И Представьте Что у нас Будет В Венимусе По каким-то Причинам Три двигателя Из четверых Отказали И что Он работает И трагедий Нет Все живы Будут здоровы Никто не погибнет И мы Вот эту Раньше Покажем Спасибо большое Пожелаем Нам всем Успеха На Финальной Стадии Я думаю Никого Уже нет Сомнений Что Где мы Там Этот успех Обязательно Будет Подписывайтесь На наш канал YouTube Следите за Обновлениями Новостей На официальном Сайте Международной Группы Компаний Skyway По Адресу RSV Defisystems Поддерживайте Наш проект И тогда Даже Японцы Посчитают За честь Обменяться С вами Ну и Концовочку Анатолий Эдуардович Строй Skyway Спасай Планету